В администрации города состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Дня памяти и скорби 22 июня. Заседание комитета прошло под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны Поповой. Именно в этот день, 22 июня 1941 года, 80 лет назад, началась самая кровопролитная и страшная война. День начала Великой Отечественной войны навсегда вошел в историю как одна из самых печальных и трагических дат. В начале совещания Татьяна Павловна представила присутствующим исполняющего обязанности военкома Александру Романову. По традиции, 22 июня в нашем городе пройдут памятные мероприятия. Татьяна Попова обратила особое внимание на то, что на территории Костромской области до сих пор сохраняется режим повышенной готовности с целью недопущения распространения и завоза коронавирусной инфекции. Сохраняются ограничения на массовые мероприятия, личного характера с численностью до 10 человек, культурные и развлекательные – до 50 человек. Памятные мероприятия традиционные начнутся в 4 часа утра на Аллее Победы, где состоится митинг, пройдет зажение свечей и возложение цветов. В 9 часов состоятся мероприятия на братских могилах на выезде из города в сторону Афонина, на Старом кладбище, а также в Парке памяти и славы. В 10 часов торжественные мероприятия пройдут на Аллее Победы. Пришкольные лагеря самостоятельно проведут мероприятия, приуроченные к данной дате. В 12.15 состоится всероссийская минута молчания. Вся страна затихнет, чтобы вспомнить о тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны.